Более 2 миллиардов рублей выделят на отдых и оздоровление детей в летний период. Сегодня в Краснодаре прошло селекторное совещание, посвященное организации каникул. Его провела вице-губернатор Анна Менькова. На встрече присутствовали профильные министры, руководители силовых ведомств и МЧС. На видеосвязи – заместители глав по соцвопросам. Ежегодно в наш регион для отдыха приезжают примерно 800 тысяч девочек и мальчиков не только из Краснодарского края, но и со всей России. В 2019-м Кубань показала хорошие результаты. Чтобы не сдавать позиции, к новому сезону нужно готовиться уже сейчас. В этом году изменилось федеральное законодательство. До 1 мая необходимо подать документы по инвентаризации здравниц и лагерей, чтобы учреждения попали в специальный перечень. Анна Менькова подчеркнула, такой всероссийский реестр – своеобразный знак качества для родителей, гарант того, что их дети находятся в безопасности. Вице-губернатор также дала поручение контрольным службам внимательно следить за тем, кто будет работать в здравницах. Нам нужно сегодня абсолютно четко соблюдать эти нормы. И все работники, которые трудоустраиваются в нашей здравнице, должны быть санитарными книжками и со всеми остальными документами, подтверждающими их статус, в том числе и статус их здоровья. Здравницы в этом смысле должны уже повзрослеть и должны в полной мере отвечать за то, что они делают и как они организовывают детский отдых. И в полной мере понимать, что на их плечах лежит ответственность за общение с регионами, из которых дети приезжают. Поэтому куратор соцблока дала поручение главным врачам муниципалитетов лично осмотреть здравницы на наличие медикаментов и оборудования, а также проверить квалификацию персонала. Еще на совещании обсудили пожарную безопасность в лагерях, проверку пляжей и мест отдыха, в том числе парков-аттракционов.